11 апреля Российская сельскохозяйственная академия собрала более тысячи человек на митинге в защиту своих опытных полей. Скажите прямо! Если мы передадим землю, значит, имерязинки здесь не будет. Какие вопросы у вас еще есть? Позиция министра сельского хозяйства на 8 апреля. Вы знаете ее. Провести обсуждение данного вопроса с коллективом. Позиция премьер-министра, которая сегодня была высказана. Позиция провести дополнительное обсуждение данного вопроса с коллективом. Наша задача выработать единую точку зрения коллектива по данному вопросу и довести ее до руководства страны. 4 марта правительственная комиссия во главе с Игорем Шуваловым лишила академии 100 гектаров, на которых располагаются опытные почвы и учебные корпуса. Вот эти все почвы, которые здесь находятся, я говорю не земля, а почвы, они оккультурены, имеют высокую степень оккультуренности. Так что разве можно такие почвы застраивать? Это же просто безобразие. Вы что думаете, господин Собянин или Хуснулин? Вы думаете, он не знает правовых режимов этой территории? Вот он-то как раз знает. Он вечером посмотрел в компьютере историко-культурный опорный план и сказал себе, ну это мы сломаем. Главным аргументом чиновников является якобы неэффективное использование земли. Они же правда неэффективно используют землю? Я там был недавно. Я там был в марте. Поля все стоят под снегом. Ничего не растет. Ничего не растет. А как вы думаете, если бы в Большом Китае кто-то решил уничтожить генетическую коллекцию и попилить научные учреждения, что бы ему сделали? Это не я сказал. Между тем, 80% всех посевов пшеницы в стране приходится на семена, выведенные выпускниками Академии. Весь этот сюжет мне напоминает басню Крылова. Свинья под дубом вековым, наевшись жалудей, дальше я вам говорить не буду. Вот, 150 лет университету. 200 тысяч, 200 тысяч выпускников. Наша наука. Мы сегодня сказали про сингенту. Мы соревнуемся с сингентой, мансантой, с био. И мы знаем, как выиграть. У нас очень хорошая молодежь. Наши дипломники, даже заместители министров, задают неудобные вопросы. Чем отличается сахарная свекла от фирмовой? Сахарная свекла? Мы их выучим. Опытные поля Московская мэрия хочет отдать под коммерческую застройку на 40 тысяч человек. А Академии выделили 3000 гектаров Тверской области. Но что это за гектары? Это те гектары, среди тех 40 миллионов, заросших по средней полосе. То есть для того, чтобы там с нуля поставить хозяйство, нужны сумасшедшие вложения. Разве надо строить здесь этим девелоперам жилье в Москве? Пусть строят на Магадане, пусть строят на Колыме. Мы их туда переселим всех. Только за одну неделю Академии удалось собрать 30 тысяч живых и 50 тысяч электронных подписей в свою защиту. Это антинародная акция. Она не совершилась. И уверен, что она не совершится. Не может быть, чтобы они пошли против нас. Каждый день с экранов телевизоров, со страниц газет мы слышим о том, как важно нам заниматься импортозамещением. Но ведь без той научной основы, которая строится здесь, на этой территории, импортозамещение будет просто невозможно. А заниматься наукой без нашей Земли, простите меня, конечно, но в таком случае наука будет превращаться в наукозамещение. Мы не хотим заниматься наукозамещением. Мы хотим двигать науку вперед. Академия отстаивала и другие культурные памятники, которые сегодня пытаются разрушить. И все же жаль, что накануне празднования Дня космонавтики научное сообщество вынуждено выходить на митинги. Петр Ларин, Строительство.рум. Продолжение следует...